Восемь раз боевики сегодня нарушили режим тишины. Противник открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям военных в районе Крымского, Троицкого, Гнутого, Водяного и Широкина. В Маринке снайпер боевиков ранил двоих бойцов полка Днепр-1, которые патрулировали улицы этого города. Все подробности узнаем от Ирины Баглай. Это уже как бы линия зиткны. В Маринке она практически впритык к жилому сектору и каждые сутки о городе упоминают военных сводках. Ночью начинается все обычно. Посреди ночи? Ну да. Ночь часов с десяти где-то потемнеет. Начинает работать. Вод заходит сюда в посадку, вот с посадки отсюда работают. Ну и ночью с подствольников стреляли. РПГ работало тоже. ПКМ. То есть, ну такое, стрелковое оружие. Не стало исключением и эта ночь. Ночью сегодня насыпали, чего могли. Ну, конечно, тяжелого ничего не было. То есть танковой, артиллерии, минометов не было. Но стрелковое оружие, гранатометы, пулеметы, все работало. Наблюдение. Боевики ведут стериконов возле шахты Трудовская. Это окраина оккупированного Донецка. И от Маринки ее отделяет лесистая местность. Сюда активно подходят вражеские штурмовые группы противника. Чаще всего здесь идут ближние бои. Они подходят аж сюда, на отстань, буквально 100-150 метров. И здесь ведут уже пролиционный огонь по наших бельгиневцах. Причем работу российских профессионалов легко отличить от рядовых боевиков. Действуют слаженнее и вооружение у них лучше. И группами подходят. И слышно, что есть одинокие стрелки подходят. То есть по звуку слышно, что это работает. Это, видимо, АКМ с таким вот пламя-гасительным. Потому что люди думают, что это глушитель такая длинная штука. И ночной прицел. Он имеет расстояние, то есть вот работы, да, 300-400 метров. То есть дальше с ним не имеет смысла работать. Поэтому, когда человек работает с ночным прицелом, значит, он где-то все сидит недалеко. И хотя минометы противника молчат, запрещенный калибр боевики используют. Вот такой подарок нам прилетел. С стороны сепаратистов, получается, не взорвалось. Вот, как бачишься переходник, робится, вытачиваясь специально до РПГ, получается, вставляют вместо обычного заряда стандартного и пускают нам такие подарочки. Активизацию врага на своем участке фронта пехотинцы объясняют недавней ротацией. Прощупывать армейцев стали и днем. Тут вдруг и днем на нас насыпают теперь, и ночью. То есть они еще не поняли, куда они пришли, они проверяют наши позиции. Днем стало опасно ходить даже по улицам города. Працуют снайперы, и в последний час активизовалась их работа. Видно, что отбывался выпуск в школе снайперов в России, и они зараз отбирают тут свои испытания. Так и сегодня утром. На одной из улиц ранения получили двое бойцов полка Днепр-1 во время патрулирования. От смертельного попадания снайпера одного из них спас бронежилет. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер.